МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Здравствуйте! Как и всегда в это время новости на телеканале «Тверь сегодня». Меня зовут Анна Шевчук. В воскресенье Тверь вновь пережила потоп, а проспект Победы традиционно превратился в Венецию. Однако нашлись и те, кому буйство стихии пришлось по душе. В интернет попало видео, где трое молодых людей решили искупаться прямо в лужах. По всей видимости, водные процедуры экстремалам пришлись по душе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И еще о происшествиях. За минувших три дня в Твери и Тверской области пресечена деятельность восьми игровых клубов. В Твери полиция закрыла три таких клуба. Там стражи порядка изъяли 30 компьютеров. Также в нашем городе закрыли казино, где находилось четыре покерных стола, карты и фишки. Рейды также прошли в Балагом, Кимрах и Реткино. Также за выходные в нашей области изъято более полутора тысяч литров алкоголя. Большая часть спиртного, 900 литров, была изъята за пределами города Твери. В Калининском районе Торопцы и Удомли. Установлено, что алкоголь продавали в магазинах, киосках и кафе с нарушениями правил продажи, без лицензии и соответствующих документов, подтверждающих легальность его производства. По всем фактам проводятся проверки, возбуждены дела об административном правонарушении. Теперь о ситуации на дороге. 9 августа тверские инспекторы дорожного движения в рамках всероссийской социальной кампании под названием «Шлем всему голова» выявляли нарушителей среди водителей двухколесного транспорта. За время операции было остановлено около 35 мотоциклистов. Десять из них были оформлены за различные нарушения. Отсутствие регистрации мотоцикла, езду без шлема и тому подобное. Один из остановленных, правда, попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но это ему не удалось. Уезжая от преследовавшего его экипажа, мотоциклист столкнулся с автомобилем, после чего и был задержан. Позже мужчина свой поступок объяснил тем, что, имея при себе просроченные документы, просто испугался. Теперь ему придется отвечать еще и за ДТП. И еще по теме. Порой видео с тверских дорог оказывается не хуже, чем захватывающий блокбастер. Этот понедельник запомнился сотрудникам ГИБДД настоящей погоней. Объектом преследования полиции оказалась девушка за рулем внедорожника, которая уезжает. Хранители правопорядка задела маршрутное такси, затем автомобиль Нива. К счастью, пешеходов на ее пути не оказалось. В итоге угонщицу удалось остановить. О ее состоянии красноречиво говорит видео с регистратора. К другим темам глава региона проинспектировал железнодорожный и автовокзал. Также Андрей Шевелев посмотрел, как идет ремонт на улице Арджиникидзе и набережной реки Лазури. О впечатлениях от рейда по Твери расскажем далее. Ремонт дороги на улице Арджиникидзе и набережной реки Лазури все тверетяне ждали уже давно. Вопрос о состоянии дорог неоднократно обсуждался губернатором с руководителями города. По итогам встреч ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки. Еще в прошлом году было отремонтировано около 200 тысяч квадратных метров дорог. На этот год запланировано уже 490 тысяч. Как бы тяжело не было, но изменив систему взаимодействия, прописывание конкурсной документации, где мы четко дали понять никаких задатков, никаких авансов выполнения работ, прием работы и расчет срок без затяжки. Я признателен и тем организациям, которые выходят на конкурс с пониманием и зарабатывают деньги, а мы получаем результат. Не раз губернатор говорил и о совершенствовании работы двух вокзалов нашего города. Еще два года назад во время рейда Андрей Шевелев дал поручение навести здесь порядок. Еще через год, уже в следующей инспекционной поездке, последовали более жесткие указания в адрес администрации города, Минтранспорта и управления ГИКДД об организации движения на привокзальной площади. Много вопросов вызвали и установленные ларьки на площади у вокзала. Мы находимся на привокзальной площади, где она востребована. Люди приезжают высадить не только общественный транспорт, делают разворотное кольцо, но и люди, да, хотят высадить, проводить мать детей посадить на поезд. Это составляет определенное время. И они должны не бросать машину, а припарковать, быть уверены, что завтра их там, тут же его никто не царапнет. И сегодня, да, мы, к сожалению, да, имеем хаотично застроенную привокзальную площадь. По докладам моих коллег, это вообще ларьки не согласованы. Ни в схеме нет, никаких договоров не составлено. В итоге демонтаж ларьков позволит организовать на привокзальной площади удобную схему движения. Изменения коснулись и автовокзала. Некогда обветшалое здание, зал ожидания и неблагоустроенная прилежащая территория получили второе дыхание. По поручению главы региона Тверь Автотранс начал ремонтировать здание автовокзала. Год назад были на объекте, но здесь два вопроса. И приведение самого объекта в порядок, чтобы людям было комфортно ожидать время своего автобуса. И второй – безопасность. Это вопросы были и к руководству предприятием, и потому были приняты кадровые решения. Потому что это от руководителя зависит, как организовано хранение, как организовано содержание автотранспорта, как организовано обеспечение безопасности людей, которые прибывают на автовокзале. Это изменения, вы видите. Это вопрос и работы с приведением тех структур, которые обеспечивают, и сопровождают, я говорю, охранным структурам, которые должны обеспечивать безопасность людям. А мы за это платим деньги. Уже сегодня все тверетяне, отправляющиеся в поездку, могут скоротать время за просмотром телевизора или воспользоваться доступом в интернет. В ближайшее время здесь также появятся электронные камеры хранения. Кроме этого, введена в эксплуатацию система контроля доступа в здание вокзала, которое оснащено камерами видеонаблюдения. Благоустроена и территория вокруг вокзала. Современные условия создаются и на автостанциях в районах. Заканчивается ремонт зданий Максатихи, Олениной и Старицы. В планах ремонт Ржевского автовокзала. Меньше месяца остается до одного из самых масштабных для нашей страны дни голосования. Российские регионы будут выбирать народных избранников, законодательные и представительные органы власти, а кое-где и губернаторов. О том, какие выборы пройдут в этот день в нашем регионе, рассказала председатель Тверского обл. избиркома. 8 сентября этого года жителям России предстоит сделать свой выбор. На кону 109 982 мандата в органы различных уровней власти. Кроме этого, в 8 субъектах федерации второй раз после 10-летнего перерыва пройдут прямые выборы губернаторов. В целом по Российской Федерации пройдет более 7 тысяч голосований. Выборы не будут проходить всего в трех субъектах. Это Ингушетия, Кабардино-Балкария и город Санкт-Петербург. На всей остальной территории Российской Федерации будут проходить те или иные выборы в органы государственной власти, начиная с выборов губернаторов субъектов Российской Федерации и заканчивая выборы в советы депутатов городских и сельских поселений. Весь спектр региональных и выборов в органы местного самоправления 8 сентября на территории России состоится. Впервые на территории Российской Федерации в выборах будут принимать участие 55 политических партий. Жители Тверской области в ходе выборов должны будут распределить 2504 мандата. Три из них для глав Молоковского и Осташковского районов и мэра города Вышний Волочок, которого теперь будут избирать сроком на 5 лет. Итак, на три мандата, замещаемых на этом уровне, у нас претендует 12 кандидатов. То есть также мы видим, что достаточно высокий конкурс на данные должности. При этом выдвинуто было 15, а трем кандидатам у нас отказано в регистрации. Это кандидаты, которые выдвинулись в порядке самого движения. Далее мы выбираем также 8 сентября следующий уровень должностных лиц. Это главы городских и сельских поселений. Такие выборы пройдут в 8 муниципальных образованиях. На 8 мандатов выдвинуто было у нас 26 кандидатов. Пяти кандидатам отказано в регистрации. Выборы еще не начались, а конфликтов между народными избранниками уже немало. Некоторые из них успели подать в суд на своих оппонентов с целью лишить их права регистрации на выборах. Копии ломают не только в суде, но и в СМИ, которые с 10 августа присоединились к предвыборной кампании и будут проводить агитацию вплоть до Дня тишины. В субботу по всей стране стартовал турнир по уличному баскетболу под названием «Оранжевый мяч». Местом его всероссийского старта была выбрана Тверь. В этом году всероссийские массовые соревнования по стритболу проходят в 77 регионах. На площадке десятков городов вышли в общей сложности больше 100 тысяч спортсменов. В Тверской области участников тоже оказалось рекордно много. Свыше 100 команд из Твери, Конаковского, Ржевского, Зубцовского и других районов. Вообще баскетбол – популярный вид спорта. Те, кто его любит, это им нравится, и это всегда интересно. Он очень зрелищный. Это игра не 5 на 5, а 3 на 3. Она идет на половину площадки, она более динамичная, много красивых элементов. Команда, которая технически более подготовлена, которая имеет бойцовский характер, они всегда побеждают, стараются побеждать, скажем так. В «Оранжевом мяче» участвуем первый раз. Как вообще впечатления по-настоящему? Опечатления хорошие, сцена тут, все, площадка хорошая. Мы занимаемся профессиональным баскетболом, мы из Кимор, у нас детская и юноша спортивная школа, занимаемся 3 года. На площадках театральной площади собрались не только ребята из спортивных секций, но и просто школьники, любящие активно проводить время. Были здесь и представители других видов спорта, и даже команда директоров спорткомплексов. Такая активность лучше всех слов доказала. Тверь заслужила право открывать всероссийские соревнования. Ну, во-первых, Тверь уже стал непосредственно центр спортивных стартов, развивается академическая гребля, непосредственно хоккей очень хорошо развивается, развиваются сегодня летние виды спорта. И у вас постоянно участники есть олимпийских игр, у меня в Мерсиаде серьезные результаты. Поэтому мы поддерживаем такие регионы. И есть мудрая фраза в Библии, не будь спящего, накорми проснувшегося. Поэтому вы у нас базовый регион в спортивной стране, и мы хотим, чтобы как можно больше тверичей, задействованных занятий спорта, привлечены. Тверская земля любит спорт, на ней рождаются великие спортсмены, живут, рождаются великие спортсмены, и мы этим гордимся. И потому сегодня мы даем старт во всех 77 регионах, этой прекрасной игре энергичных, целеустремленных молодых людей. Энергичные и целеустремленные соревновались до вечера. В итоге на пьедестал в разных возрастных категориях поднялись команды из Твери, Нелидова, Торжка, Конакова и Ржева. Песня «Песня «Песня» Помимо баскетболистов минувшие выходные соревновались и любители пляжного волейбола. Причем турнир собрал не только молодых игроков, но и ветеранов этого вида спорта. Мужчины за 40 и женщины не моложе 35-ти. Соревнования по пляжному волейболу среди ветеранов собрали на городском пляже в Твери тех, кто со спортом на «ты» уже не первое десятилетие. Я учился под Питером, там у меня был замечательный учитель, он же тренер. Потом мы отец военный переехали сюда, одно время по состоянию здоровья не мог, а потом уже 30 лет играю. Возобновил, так сказать, вспомнил мышечную память. Популяризация волейбола. Вот на фоне профессиональных команд он пошел в гору. Но согласись, сейчас волейбол он же высокий, а мы маленькие. Собравшиеся на городском пляже ветераны спорта доказали – рост, да и возраст ничего не значит по сравнению со спортивным азартом. Команды из двух человек бились друг с другом до победного. Впрочем, присоединиться к ним могли и те, кто профессионально спортом никогда не занимался. Волейбол – очень доступный вид спорта. Достаточно ленточка между деревьями протянута, мячик и хорошее настроение. Это не автоспорт, не хоккей, для которого нужны какие-то сложные оборудования. Главное – хорошее настроение и здоровье. И сегодня этот ветеранский турнир отлично показал того, как инициатива самих спортсменов-любителей перекликается с желанием администрации помочь в этом деле. И вы видите, в этом году мы отремонтировали поляны, сделали, и они доступны для всего нашего населения. Этот турнир стал одним из мероприятий в рамках празднования Дня физкультурника. По мнению главы Твери Александра Кользина, спорт в областной столице в последнее время набирает обороты. И не только среди профессионалов. Это очень сейчас популярно, модно. Вы, наверное, знаете, что у нас в Твери и в области создается лига любительского волейбола на песке, футбола на песке. Это мы не культивировали раньше, а сейчас она создается и будет создана, и, я думаю, более интенсивно будем заниматься. Но если говорить о массовом спорте, о массовой занятии физкультуры, буквально последние пять лет, сейчас модно называть там цифры, мы сейчас дошли до числа занимающихся больше ста тысяч, сто одна с половиной тысячи. Это не то, что там, как просто, а из них примерно сорок пять тысяч реально участвуют в соревнованиях. Мы продолжаем нашу рубрику, посвященную юбилеям наших земляков. 12 августа исполняется 80 лет со дня рождения художника Константина Андреевича Пака. Уже почти 20 лет он живет в Кимрах. Признанный мастер портрета проводил персональные выставки в Кимрах, Москве, Ташкенте и, конечно же, Твери. Также сегодня 95 лет со дня рождения искусствоведа Калмыковой Людмилы Эльмаровны. Она организовала восемь экспедиций по Тверской земле. Автор более 30 каталогов, статей, альбомов и нескольких монографий по русскому народному и современному декоративно-прикладному искусству. Теперь пришло время нашей постоянной рубрики «Перекресток мнений» о том, насколько тверетяне ощущают себя свободными, выясняла Екатерина Новак. В разных культурах свободе уделяют разное внимание. Так, например, в западноевропейской культуре понятие свободы стоит во голове угла. И напротив, во многих восточных культурах свобода не рассматривается как самостоятельная ценность. Зачастую воспринимается как нечто опасное и вредное. Что такое свобода и насколько свободен каждый из нас? А что для вас значит понятие свободы? Хорошая зарплата, хороший отдых, социальные какие-то блага. Насколько вы себя свободной ощущаете? Во всяком. Все зависит от того, насколько есть работа. Жизнь продолжается даже в наше тяжелое время. Поэтому свободны мы настолько, насколько мы сами хотим быть свободными. Когда нет запретов, свобода слова, свобода действовать, свобода выражать себя, самовыражаться. Максимальная независимость человека от каких-то внешних факторов. Но абсолютной свободы быть так таковой не может. Потому что мы всегда зависим от чего-то. Зависим от системы, которая нас окружает. Зависим много от каких-то факторов. Демен, например, свобода слова. Свобода общения. Мы сейчас можем разговаривать с ним. Пожалуйста. И найти работу. Я знаю, что допустим. Вот мы с ним пенсионеры. Ну, я бы, например, желал бы поработать, еще бы не силы есть. Вот свободно пошел, найти свободную работу. А то идешь, а там все черным занято. А для русских нет работы. Золотой телес у нас все-таки определяет, насколько ты свободен, насколько ты себя можешь проявить, насколько ты себя можешь реализовать. Я ощущаю себя свободным, ну, на сто процентов. У меня сейчас есть пенсия, я не такой независимый. Я честно ее заработал. Если человек более обеспечен, более обеспечен, то он себе, конечно, может позволить гораздо большую свободу. Ну, и то это не факт. И то это не факт. То есть обеспечение не играет такой большой роли. Я всю жизнь добросовестно трудился на баррикадах. И родное государство начислило мне пенсию в размере 3082 рубля. Это сколько буханок хлеба? На пол-литра не хватает. Вот у меня такая свобода. Людей за деньги убивают, как их, ну, они, в принципе, тоже в этой кабале находятся. И они тоже несвободные. Я себя чувствую полностью свободным. Ни от чего, ни от кого не зависит. На 3082 рубля. Быть собой, вот это значит, вот для меня быть свободным. Небо, отдых, лето. Все это символизирует свободы. Насколько себя ощущаете свободным? Ну, сейчас у меня отдых, учеба закончилась. Сейчас на все 100%. Сейчас вот гуляю по городу, вижу много людей, в принципе. Уже такое создается ощущение легкой свободы. Когда нет работы, нет никаких забот, хлопот. Я человек на пенсии, поэтому свободно, что живешь, просто здесь живешь. А свобода в том, как живешь, это очень сложно. Потому что доходы не очень большие. И вот в этом плане... А цены, конечно, растут. Хорошо. Ну, славу на себя не ощущай. Для кого-то она есть, а для кого-то ее нет. Что не хватает для свободы? Чтобы все жили честно. А будет свобода. Свобода? Как нормальный образ жизни, достаток, чтобы здоровье было. Чтобы государство на нас все чуть-чуть заботилось. А что еще? Больше ничего. А насколько себя ощущаете свободным? Сейчас я себя свободным нисколько не ощущаю. Потому что инвалид и никому не нужен. Ни государству, никому. Свободным я себя уже не чувствую, потому что мы вместе со своей девушкой. Мы уже не свободны. А понятие свободы, это когда хочется вот, несмотря на то, что занят, но все-таки все равно куда-нибудь идти. Идти куда-нибудь далеко, ни о чем не думая. Чтобы мысли сами по себе как-то уносились далеко вдаль. Свобода для меня. Жить спокойно, это раз. Реализовывать свои возможности, это два. Быть востребованным в этом мире, это три. Ну, наверное, вот это основное. Насколько себя ощущаете свободным? Ну, наверное, на все сто процентов. Ненужность думать, какое правительство, какая власть у нас. Потому что все это как устаканено, это все, ну, как в Европе. От этого мы не зависим. Не зависит ни наша жизнь, ни наше там состояние, не наша там какая-то уверенность в себе. Ну, в общем, вот это свобода. А потом внутренняя свобода. Внутренняя свобода – это самодостаточность в первую очередь. Карлос Кастанеда называл поиск свободы самой главной целью в жизни. Свобода от потребности в самоутверждении, в утешении, в признании. Это единственная побуждающая сила, которую я знаю, говорит он. Это свобода улететь внезапно в бесконечность. Это свобода умереть, исчезнув навсегда. Это свобода пламени свечи, которая остается неугасимой в мире. Которая остается, потому что никогда не считает себя чем-то большим, чем есть на самом деле. Всего лишь свечой. У нас на этом все. В МЧС обещают, что погода изменится. Счастливо! Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях.